Как сделать интерактивное меню в пауэрпойнте? Мы с тобой в этом уроке сделаем вот такие слайды. Во-первых, настроим интерактивное меню. Обрати внимание, что у меня все кликабельно. Я нажимаю на какой-то текст, и у меня переходит к нужным мне слайдам. Во вторую очередь, мы с тобой настроим вот эту плавную анимацию подчеркивания и плавную анимацию выплыва фотографий справа. Ты легко сможешь вставить вот эти фотографии в свою презентацию и даже вставить что-то дальше, использовать в своей работе. Привет, меня зовут Миша, я учу делать тебя классные и необычные презентации. Давай сразу же мы с тобой начнем. У меня подготовлена здесь пустая презентация. Первое, что мы с тобой сделаем, это настроим стиль фона всей нашей презентации. Я нажимаю на слайд правой кнопкой, здесь выбираю пункт формат фона. У меня открывается дополнительная настройка справа. Здесь оставляю галочку сплошная заливка, а вот в пункте цвет выбираю вот такой серый, я его заранее подготовил. Снизу есть кнопочка применить ко всем слайдам. Я ее тоже нажимаю для того, чтобы все слайды, которые мы новые с тобой создавали, они тоже были с этим фоном. Дальше добавим текст титульного слайда. Захожу на вкладку вставка, выбираю инструмент надпись, вставляю и здесь напишу творческие профессии. Выделяю весь текст, захожу на вкладку главное. Сейчас мы настроим с тобой стиль. Здесь, во-первых, текст сделаю белым, шрифт выбираю пресс-старт, я заранее тоже его подготовил. Увеличиваю размер. Давай поставлю 66, сделаю текст по центру, выровняю вот эту фигуру нашу по центру, весь этот объект и выровняю ее, весь текст посередине. Все материалы, которые я использую в своих уроках, я всегда прикладываю в описании к видео, поэтому ты сможешь скачать и этот шрифт, и всю вот эту презентацию и смело использовать в своей работе. Дальше мы этот слайд пока оставим, но мы к нему еще обязательно вернемся. Я создам новый слайд. Нажимаю вот здесь правой кнопкой на пустом поле, нажимаю здесь создать слайд и обратив внимание, что он у меня создается уже с серым фоном. Я сюда сначала тоже добавлю наш текст, захожу на вкладку вставка, выбираю надпись, вставляю надпись и напишу здесь художники. Снова выделяю полностью весь текст, настроим стиль, захожу на вкладку главное, снова его делаю белым, шрифт выставляю тот же самый, поставлю размер 32. Выставляю его плюс-минус вот сюда, сейчас нам нужно с тобой определить отступ от левого края слайда. По высоте мы еще с тобой настроим. И еще, наверное, убавлю вот здесь его справа, для того, чтобы он не мешал элементам, которые мы будем располагать справа. Дальше мы с тобой настроим подчеркивание, я захожу на вкладку вставка, выбираю фигуры, здесь выбираю инструмент линия, вставляю ровную линию, для того, чтобы она была ровной, я зажал клавишу shift. Зайду, вот здесь у меня сама открылась вкладка формат фигуры, подчеркивание делаю белым и сразу настрою толщину, толщину поставлю 4,5. Дальше мы с тобой выровняем это подчеркивание по нашему тексту. У меня уже тут включена направляющая, я выровняю ее по букве И и поставлю эту линию как раз таки вместе с буквой И и поближе к нашему тексту. Сразу тебе скажу то, что по финалу мы будем настраивать анимацию трансформация и вот эта линия, она у нас будет просто вот так вот выезжать. И для того, чтобы эта линия не путалась с другими линиями, к подписями, к другим текстам, нам нужно эту линию сделать как-то уникальной. Поэтому я вот расскажу тебе небольшую хитрость, я захожу на вкладку вставка, выбираю здесь фигуры и вставляю абсолютно любую фигуру, но в данном случае вот у меня здесь получился прямоугольник, выбрал его. Пока его, ну редактировать его не нужно, потому что зрители у нас этот прямоугольник видеть не будут, мне нужно сгруппировать наши объекты. Я выделяю прямоугольник, выбираю линию, захожу на вкладку формат фигуры, выбираю здесь расположение, здесь есть группировать, группирую. Дальше я сгруппирую это все с текстом, у меня выбрана первая группа, плюс текст, снова расположение, группировать, группирую. Дальше мы с тобой выделяем вот эту нашу одну группу, нажимаю на сочетание клавиш, command D. Получается у меня там будет 4 текста, мне нужно нажать 3 раза. Дальше я увожу нижнюю самую, просто вниз, выделяю, нажимаю command A, выделяю весь текст. Опять же, вот как тебе такой лайфхаки, как быстро выровнять объекты на слайдах. Они у меня сейчас все выделены, захожу снова в расположение, здесь у меня есть параметр выравнивания, выровнять по левому краю. Они у меня все встали на один уровень, дальше снова расположение, выравнивание, распределить по вертикали, они у меня все расположились. Дальше я их сгруппирую, расположение, выровнять по середине, расположение, разгруппировать. Все, у меня каждая группа, они причем находятся в середине, все на одинаковом расстоянии, и мне теперь достаточно просто поменять текст. Давай я сначала, я сам поменяю и вернусь. Мне повезло, потому что три вот этих слова, они одинаковые по длине, и здесь не нужно настраивать вот эту дополнительную линию. А вот с актерами нужно эту линию убавить, поэтому я вот так провалюсь в группу, и вот эту линию просто подведу ее к букве И, чтобы они встали на одном расстоянии. Дальше мне нужно перекрыть вот эту левую часть, которую зритель у меня тоже не должен видеть. Захожу на вкладку вставка, выбираю фигуры, выбираю такой прямоугольник, вставляю его, выравниваю по левой границе слайда, выравниваю по верхней границе слайда и по нижней. А вот правую часть мне нужно выровнять таким образом, чтобы у меня было видно буквы, то есть она была максимально приближена к буквам, при этом их не перекрывала. Дальше я на вкладке формат фигуры сделаю серую заливку в цвет фона, а контур у нее уберу. И получается, ну, зритель вот этих дополнительных моментов, которые нам с тобой не нужно, он их видеть не будет. Дальше для быстрого редактирования нам нужно на каждый текст наложить гиперссылку на наш слайд. Поэтому я вот здесь создам пустой слайд и задублирую их. У меня их будет 4 штуки, они у меня будут все с контентом, а вот этот второй слайд мы его будем просто использовать как содержание, как некое меню. У меня еще пока вот эти объекты, они сгруппированы, мне, наверное, для удобства их нужно разгруппировать. Я их просто выделю все 4, зайду в расположение, разгруппировать. Причем обрати внимание, что вот эти мини-группы, они еще все сгруппированы, нам их так и нужно оставить. Я нажимаю на текст, выделяю его, нажимаю на него правой кнопкой, здесь у меня есть такой параметр гиперссылка, либо можно воспользоваться горячей клавишей Command Key. Ну, я так вот через меню нажму. Здесь мне нужно выбрать место в документе, заголовки слайдов. У меня этот будет третий слайд с художниками, я его просто выделяю, нажимаю ОК. То же самое делаю с остальными всеми пунктами, нажимаю правой кнопкой, гиперссылка, заголовок слайда, получается здесь четвертый слайд и так дальше. Я тебе уже говорил, что вот эти группы, они у нас должны быть каждая уникальная. Самый простой способ сделать их уникальными, просто поменять цвет у квадрата. Поэтому я выделяю квадрат внутри группы и выставляю ему абсолютно любой цвет. Цвет в данном случае для нас не важен, самое главное, чтобы в группе он был не похож на другие квадраты. И теперь они у меня будут плавно выезжать и заезжать. И вот, кстати, если вот этот шаг пропустить, я отдельно где-нибудь вот здесь ставлю, как это будет выглядеть, если сделать точно такую же анимацию без квадратов. Мы с тобой эти квадраты сделали, все сразу с тобой продумали. И еще расскажу тебе один инструмент, как быстро редактировать презентации. Я выделяю вот этот первый текст, зажимаю клавиши Shift-Command-C на Windows Shift-Ctrl-C. Таким образом я скопировал стиль вот этого текста. Дальше я выделяю весь текст, который есть, то есть все вот эти четыре пункта. Нажимаю на одном каком-то правой кнопкой, захожу здесь в формат объекта. Здесь у меня открывается дополнительная настройка. Есть здесь параметры фигуры и параметры текста. Мне нужны параметры текста. Сплошная заливка у меня уже выбрана. Это заливка именно текста. Цвет оставляем белым. А вот параметр прозрачности настроим, поставим 60. И он мне стал вот таким вот блеклым. Дальше мне еще нужно взять все вот эти группы, выделить и утащить их в самую левую часть. Вывести их за край слайда, чтобы у меня их абсолютно не было видно. Дальше я выделяю все, что есть на слайде. Нажимаю Command-A. Дальше нажимаю Command-C. Я их скопировал. Ухожу на третий слайд. Нажимаю Command-V. На четвертом слайде Command-V. На пятом и на шестом. И получается я их скопировал на все слайды. Дальше возвращаемся к третьему слайду. Тут у меня будут художники. Поэтому, во-первых, я возвращаю вот эту группу. Подчеркивание. Она у меня будет на этом слайде подчеркнута. Направляющая мне в этом помогает. И выделяю художников. И зажимаю сочетание клавиш Shift-Command-V. И у меня стиль этот применяется. Как раз таки, где у меня был белый текст. Захожу на четвертый слайд. Повторяю то же самое. Ну и думаю, я самое главное, ты принцип понял. Опять же, все вот эти рутинные штуки я буду ускорять. И в целом интерактивное меню у нас уже должно с тобой работать. То есть я нажимаю на какой-то текст. И у меня перепрыгивает на следующий слайд. И уже, в принципе, работает вот это подчеркивание. То есть все у нас супер хорошо. Дальше мы с тобой будем заниматься наполнением. Будем дополнять именно контентом в правую часть. У меня есть отдельная папочка здесь материалы. Я перекидываю просто фотографию. Добавляю фотографию на слайд. Я думаю, тут уже как редактировать фотографию, ты знаешь. Я ее просто обрежу. Даже могу еще дополнительно ее увеличить на слайде. Поставить так, как мне нужно расположить. Дальше захожу на вкладку вставка. Выбираю фигуры. Выбираю прямоугольник. Вставляю прямоугольник. Сразу настроим давай его стиль. Сделаю его заливку серым. Точно так же, как и фон. И контур я у него уберу. Дальше я иду в интернет. Здесь у меня есть какой-то, к примеру, текст. Кстати, что касаемо текста. В этой презентации абсолютно абстрактный текст. Его лучше не читай. Он был вставлен просто для примера. Вставил текст. Давай его сразу отредактируем. Выделяю весь текст. Главное, шрифт выбираю Nerys. Nerys, 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 Tchin. Давай тонкий сделаем. Выровняю по левому краю. И вот здесь кнопочкой сделаю отступ. И тут уже мне нужно чуть-чуть его выровнять. И я думаю, даже вот так вот мне пойдет. Опять же, давай я ускорю наполнение. Потому что это не так интересно. Я думаю, ты вставить в правую часть все, что угодно сможешь и сам. Вот я и добавил весь контент в правую часть слайда. А теперь мы с тобой посмотрим, как сделать плавную анимацию выхода вот этих всех объектов. Что мне нужно сделать? Сейчас здесь будет тоже, опять же, хитрость. Я выделяю все объекты, которые у меня находятся справа. Выделяю. Нажимаю Command-C. Захожу, во-первых, на второй слайд, где у меня будет оглавление. Нажимаю Command-V. Вставляю их на слайд. Увожу их в правую часть. И тут их немного разношу. Поскольку мы будем делать анимацию трансформация. И у меня вот эти объекты, они будут появляться с разной скоростью. Для того, чтобы это каждый раз не делать, я их выделяю. Нажимаю Command-C. Копирую их. На третий слайд они у меня уже есть. Мне их сюда вставлять не нужно. Вставляю на четвертом слайде. Вставляю на пятом слайде. Вставляю на шестом слайде. И теперь буду проделывать эту процедуру со всеми фотографиями. Захожу на четвертый слайд. Копирую. Вставляю на втором слайде. Увожу их в левую сторону. Здесь тоже разношу их немножечко. Выделяю, копирую. Вставляю на третьем слайде. На четвертом не надо. Вставляю на пятом слайде. Вставляю на шестом слайде. Опять же, я думаю, принцип самое главное ты понял. Но давай еще разочек. Вот на пятом слайде скопировал. Возвращаюсь на второй. Увожу все это в правую сторону. Разношу по разным частям. Для того, чтобы появлялись они с разной скоростью. Снова копирую. Вставляю на третьем слайде. На четвертом тоже нужно. На пятом не надо. На шестом. И давай последнюю сейчас сам уже сделаю. Последний элемент, который мы настроим перед тем, как накладывать анимацию. Я возвращаюсь на второй слайд. И я тебе говорил то, что мы вернемся к редактированию первого слайда. Поэтому я вот на втором слайде все вот эти тезисы копирую. Возвращаюсь на первый слайд. Их сюда вставляю. Увожу их вниз. За край слайда. Потом я... Для того, чтобы они появлялись с разной скоростью. Я убираю из выделения художники. Увожу их еще ниже. Убираю из выделения музыканты. Увожу их еще ниже. Убираю из выделения дизайнеры. И увожу актеров в самый-самый низ. И вот здесь творческие профессии я выделю. Вставлю вот сюда на второй слайд. Уведу это повыше. И причем, опять же, для какого-то интереса и разнообразия могу убавить здесь размер. И теперь я выбираю первый слайд. Зажимаю клавишу shift. Выделяю шестой слайд. Они у меня все выделились. Я захожу на вкладку переходы. Выбираю здесь трансформация. Я параметры эффектов все это оставляю так. Длительность единственное убавляю до 0.75 для того, чтобы была динамика, для того, чтобы все было быстро. Ну что, готов ли ты посмотреть? А еще у меня есть онлайн-курс по PowerPoint, который состоит из 8 больших уроков. И один урок полностью посвящен анимации в PowerPoint, где мы подробно разбираем анимацию трансформации, анимацию элементов, анимацию зуммирования. Причем там он состоит, по-моему, из трех видео от 40 до 50 минут. Если хочешь научиться делать классные слайды в PowerPoint, если хочешь присылать мне слайды для того, чтобы я давал тебе обратную связь, хочешь выполнять домашнее задание, приходи ко мне на курс. Ссылка на него будет в описании. А мы с тобой посмотрим, что у нас получилось. Давай-ка, первый клик. Ага, обрати внимание, что вот этот текст титульника, он куда-то уходит вверх и уменьшается. И вот эти пункты, они выходят с разной скоростью. Дальше с тобой, давай попробую нажать на дизайнеров. И сейчас он вот появился. Появляется опять же вот это подчеркивание, появляется все достаточно плавно. Если у тебя что-то подтормаживает, то это, к сожалению, из-за того, что я записываю экран, у меня, я вижу все это очень плавно. Если я буду кому-то показывать, это тоже будет все плавно. И фотографии тоже видим, да, они уезжают, причем тоже с разной скоростью появляются, убавляются. А после этого слайда, актеры, можно добавлять еще другие слайды, сделать интересный выход. И опять же, можешь это все делать к себе, скопировать, скачать презентацию это в описании, вставить свои слайды, использовать в своей работе. А в следующем видео, которое выйдет через неделю на этом канале, я расскажу, как я сделал вот этот слайд. Причем это не просто слайд, это целый шаблон презентации, который я сделал специально на продажу. Здесь всего 100 слайдов. В общем, мы сделаем тот слайд, который я показал. Покажу вообще больше слайдов из этого шаблона. Подписывайся на канал, для того, чтобы не пропустить. Поставь лайк этому видео, если тебе в целом понравился видеоурок. Делись своим мнением в комментариях. Спасибо, что досмотрел до конца. Пока.